МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сустрелись с перевозчиками экспресс-такси. Мюзика инкогнита. Чарниговский академичный камерный хор имя Бартнянского выступил у областного центра. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Сустрелись весну, с размахом у Гомеля сегодня проходили масленичные гулянни. Святочные пляцовки разгорнулись во всех районах областного центра. На проводы зимы пришли тысячи гомельчан. Подробязности у наших корреспондентов. В Новобелецком районе у зони от подшинку пруды гостей на подворках сустракали блинами и песнями. Зразумело же, не обойшлось и без инших обовязковых атрибутов масленицы. Присмаков, викторы, народных гулянью и забав. Позерот площадь, узвышается слуб. Покарыть ягу отваживаются только самые моцные. У советским районе змянили масленичную локацию. Традицинно свято отзначали для Палаца культуры фестивальны. Селета мероприемства проходили ля в озеро Любинское. Организаторы подрихтовали цикавую программу для гостей свято. Приготовили праздничную программу, которая включает в себя работу интерактивных площадок, фотозон со всеми атрибутами, которые свойственны этому народному гулянию, народному празднику. Провожали зиму гомельчане под щедрые солнечные промяни. На дворе было по-соправдному весновым и комфортным, что ясше больше подохвочвало веселиться. До речи об зиме, яка Амаль соступила своей позиции, напоминал только лед, який покрывая в озеро. Погода, наверное, благодарит за то, и мы благодарны погоде, за то, что она так подарила нам и праздник, и блинов попробовать, и шашлычки где-то, и детям раз в доле, и в народных гуляниях поучаствовать. Масленичные традиции разнастаяны, означают свято целый тыдень, не каждый день, мая свою назву, тематику и звычай. Масленица – добрая подстава, как завитать один до одного в гости, провести больше часу разом с близкими и собрами. Целая неделя блинная, так что и гостей принимали, и сами угощали, и на блины ходили. Прощенное воскресенье – тоже повод встретиться, почему нет. Кульминацией святкования по традиции стало спальвание соломянного пудела. Так гомельчане Кончаткова развитались с зимой. Завершается масленичный тыдень, дарованной недели, и в этот день принято просить пробачения во всех, кого наумысленно, а не наумысленно поокрылделе. А так само архитоваться до великого посту. И он распочинается у понеделок. Максим Савин, Василия Сепцов, телерадиокомпания «Гомель». Результативный финиш и новый перспективный старт. Нотариусы в области подвели выники минулого года и вызначились с головными задачами на 2019-е. Поширенное посяжение Совета Нотариуса в Гомельской нотариальной округе прошло областным центром. По выниках работы за 2018-й год Гомельская областная палата признана лепшей в системе нотариата Беларуси. Зараз в регионе функционует 35 нотариальных контор и 4 бюро, у которых свою деятельность ожитивляют 127 нотариусов. Анализ статистики показывает устойливую запотребованность послуг специалистов. Усяго летость нотариуса региона сдействили больше за 178 тысяч нотариальных дейнев. Прикладно по 118 в месяц на кожного. А кроме того, великая увага надавалась правовой освете громадян. В законе о нотариате нотариальной деятельности прямая задача нотариата воспитание уважительного отношения к закону. И эта задача появилась не так давно, на самом деле, с 2015 года. И мы активнейшим образом участвуем в правовом просвещении. Ежегодно не менее пяти акций мы проводим по бесплатному консультированию. Это акции, приуроченные к основным национальным нашим праздникам, памятным датам. Ближайшая дата проведения акции по бесплатным консультованиям грамадян 15-го соковика у День Конституции Республики Беларусь. Серьезная размова об беоспеции на дорозе. У Гомельской областной инспекции ДАИ проставники ДПС региона сустрелись с перевозчиками экспресс-такси. Подставой стала трагичная ДТЗ в Бресте, у яким по вине маршрутчика загинул неполнолетний. Сустреча походила на Батьковский сход. Обмерковывались выпадки порушения у правилов дорожного руху маршрутчиками, а отказ за подопешных тримали предпринимальники. Сход почался с проглядой подборок записи у лихатства водителя в экспресс-такси. Среди самых расповсюдженных порушений проезд на червоное светло, неуключение показальника повороту, перевышение худкости и перевозка пассажиров свыше нормы. На территории Гомельской области за 2018 год зарегистрировано пять дорожных трансовых происшествий с участием водителей маршрутных такси. По каждому факту проводилось соответствующее разбирательство. За серьезное, грубое нарушение правил дорожного движения, такие как создание аварийной ситуации, нарушение правил обгона, водитель может быть привлечен к ответственности в виде лишения права управления. Такие случаи были. В прошлом году? И в прошлом, и в этом. Держаутоинспекция в Чарговый раз нагадывая, водители маршруток повинны усведомлять, какая великая отказность ляжить на их. А перевозчикам в свою чаргу необходимо выбор, что относится до людей, которых они наймают на працу. Было важней за усёбие спешность перевозки пассажиров и дорожного руху в уголе. На проконце встречи своей пропоновой выказали и предпринимательники. Говорка шла об повеличении часа дзенни дозволяльного сигнала светлофора, на некоторых перекрыжеваниях угомили. У Держаутоинспекции звороты пообещали разглядеть. Да, ведомо, у областных центров деятельность ожитивляют 123 предпринимательники-перовозчики. Им належат 274 машины, которые рухаются по 24 маршрутах. Имиджевый покой, воротовальные службы и плясовка безопасности для молодых батьков открылись у Гомельской областной детячей клинической больницы и на базе лицея МНС. Основы безопасности дома, на улице, при пожаре, на ротце будут доступны расслумачивать детям прозгульни, мультфильмы и иллюстрации. Батьков навучать правильно денежать при надзвучайных ситуациях, в которых могут опынуться их дети. Нагадаем, первый гульновый покой по профилактиции надзвучайных ситуаций открылся у травматологичном отделении головной детячей лечебной установы региона у веры с ним минулого года. Зараза другая гульновая разместилась у лор-отделения. Гулять и навучаться тут можно каждый день под наглядом выховальников, что тыдень особные занятки с детьми будут проводить работники МНС. У день открытия юных пациентов забавляли аниматоры. После веселого представления гульни с наглядальными выявленными материалами и миниатюрной пожарной техникой. У гульновой размешанный телевизор с великим монитором. Как показала практика, прогляд мультфильмов об розных надзвучайных здоровьях для детей один из любимых моментов у навучания. До помогу у закупцы обсталявания для имиджевого покоя оказали организации и предприемства в области. Стены гульновой своими руками оформили супрационники Гомельского городского подразделения МНС. Конечно, это все, я считаю, очень здорово. Детки должны знать, приучаться с детства, знать, что такое МЧС у нас, что такое, номер МЧС какой. И все для детей, конечно, должно быть рассказано, показано. Здесь обучение будет проходить в любое доступное время. Ребенок может всегда, комната будет открыта, прийти самостоятельно поизучать. Ну и по мере возможности наш сотрудник будет приходить и проводить в рамках тематических акций, республиканских акций, проводить занятия и доводить ребятам определенную информацию. В зависимости, опять же, от сложившейся обстановки, от актуальности времени года. У Центра Беспеки на базе Лицея МНС до 8-го соковика промерковали открытие новой навучальной пляцовки «Покой для молодых батьков». Это имитованная кватера с макетами мебли и бытовых прилад. Так, на прикладах, батьки могут доведаться, как организовать жилое помешкание, как избегнуть травмирования детей. Наведовальников навучить правильно, оказывать первую допомогу, когда нечастный выпадок все же таки отбылся. На улицах Гомелях этой весной з'явятся гипоаллергенные яблони и льяновидные глицинии. Озеленители рыхтуются до масштабных экспериментов. Так у першиню будут выкористовываться не молодые саджанцы, а уже дорослые древы. Посадки проведут по новой методице. Выникам повинна стать 90-процентная выживальность рослин в городских умовах. Про цех темы в наступном сюжете. Это наш большой посадочный материал. Наши туечки, которые через три недели готовы будут посадиться в городе. Это предприемство «Головный озеленитель Гомеля». Зараз тут рыхтуют посадочный материал до весны. А кроме туи, липы, ясени и клёны. С загазованностью справляются без проблем. И все ж, выживальность древ в городском асеродье завсюду была средней. Повысить ее до 90% все лето поспробуют по экспериментальной методице. У першиню высадить буйномеры, дорослые 10-годовые древы. Выкопывать и перемешать на новое место их будут разом с землей. Для этого набыли специальную технику. Цельность корневой системы у нас достигается за счет корзин, которые мы изготовили на своем предприятии. Корзина, она держит больше куба земли. То есть в корневой системе там есть где расти, и для крупного растения там хватает питания. Еще такого не было. В этом году мы всю свою посадку весеннюю будем садить только в виде крупномера. Зеленые зоны Гомеля пополняться на 14 тысяч древ. Заявятся и экзотичные экземпляры. Леяновидные глицинии и катальпы. И еще одна новинка – епоалергенные виды яблень. Одна из новых идей города Гомеля – это парк семейного типа, где каждая семья может посадить свое дерево. По случаю бракосочетания рождения ребенка либо какого-то другого значимого события. Особливую увагу селета развернуть на молодые микрорайоны. По раннейшему фокусимы гестральные улицы с великим потоком транспорта и зоны отпочинку. А кроме этого уже зараз вырушают рослины для городских квятников. В арсенале 500 тысяч видов у темлику и новые разновидности. Я бы сюда давала декондры, она бы читала с этими. Да, согласна. Поколь ландшафтные дизайнеры створяют в образы будущих композиций, затем с паперы идеи перенесут на городские улицы. Квятнейшим городом Гомель станет уже до 25-го красавика. Ганна Ковалева, Вольга Коновалова, телерадиокомпания «Гомель» при подтримце АТН. Мамина весна. Другий раз у Беларуси проходит доброчинная акция, присвеченная международному жаночному дню. Ее головные удельницы – мама, яке выховываюць недоношенных дятей с особливостями развития. За перетворением одной из героин назирала Ганна Коральчук. Пять годов тому у гомельчанки Марины Бруянковой народился долгачаканный першенец, сын Серафим. Хлопчик заявился на свет ранее за термин, что выкликало шмат проблем со здоровьем и перенесенных операций. Однако его мама не стратила надею, из всех сил поддерживая сына, развивая его таленты, а так само подарила ему надеянную сябровку, молодшую сястру Дарью. Серафим ее каждый день принцесска моя, Дашенька, любимица она тоже. Если даже спрашивают, где обиделась, кого ты любишь, маму, папу, обиделась. А Серафимку? А Серафимку люблю. Серафимка – это все. Его обожают везде и все. Наверное, будет музыкантом, не знаем, стараемся. Поет, слушает. Музыка – это наша. Когда Марину запросили принять удел у акции «Мамина весна», она сразу походилася. У мати двух детей часу на себе не за все дыхает. Тому это еще махчимость крыху отпочить. Как подрихтовать женщину до фотосессии, в салоне, прихожусь, ее и подобрали новый образ. Зменили прическу, сделали укладку, макияж, маникюр. После стилист подобрала для Марины три комплекта оденя – спортивные, повседенные и вечерние. Майстры упевнены, что внешнее перетворение обовязково запустить и внутреннее обновление героини. Первое, то, что мы ее сделали в стрижку, это первое, нарисовали брови, это очень важно. Плюс, кроме того, что она поучаствовала в этом преображении, она еще поучаствовала в нашей академии. Она немножко продефилировала, научилась фотопозировать, конечно, узнала немножко азы макияжа, ну, такое все, что касается для женщин. И кроме этого, того, что для женщины важно это ребенок, поэтому наши психологи поработали с ее ребенком и, соответственно, с самой женщиной. У подарунок Марина отрымала фотосессию и один с комплекта у оденя. Организатор акции «Громадское объединение раны» таким чином хочет притягнуть увагу до проблемы до частных родов, что год у Беларуси народжается 4,5 тысячи недоношенных детей. Это не присут. Дякуючи врачам и маминому клопоту, зузростам многие дети преодолевают проблемы. Однако на этом непростом шляху потребка потребуется не только малым, али и их мамам. Ганна Коральчук, Сергей Лукашук, телерадо «Компания Гомель». Корунковое мастерство ведомое на весь свет. У картинной галереи Гаврила Вашенки презентовали уникальную выставу «Дзивные узоры вологодских корунок». Жакеты, полярыны, панно, феранки, абрусы. Гамельчанам и гостям города саправды пошанцевало башить на свои вочи уникальные работы. Богатые разностайность узоров, частиня линий, мерные рытмы, гая по раунанию. Усе выробы створаются вручную по эскизах. Нередко процесс корунка плетения по тяжкости сопоставляют с працей старожитных дуэлидов. У каждого промысла свои сокреты. До прыкода ни один глядач выставы не сможет найти на экспонатах неводного узельчика. Навод, коли великое панно створали особенно некольки майстры. Посмотрите, простые перевивы, незамысловатые такие движения создают такие неповторимые дивные узоры. Это, конечно, уникальные особенности. Особенно, когда видят, что это ручной труд, что это все создается руками наших мастериц. Это, конечно, уникальное особенность. Ну и вторая, самая главная, на мой взгляд, особенность – это талант художников вологодского кружевного промысла, которые создают настоящие истории, настоящие картины, полотна в кружеве. И они, конечно, вызывают восторг и восхищение. Вологодские корунки еще называются музычными. На открытии выставы в этом можно было переконаться. В рамках презентации экспозиции проходил майстер-класс по корунку плетений на коклюшках. Присутным довелось почуть, как народжается мелодия корунок. Багатые мастер-класс Багатые мастерские традиции корунка плетения заховываются и развиваются сучасными мастерами и майстрами на базе вологодской фирмы «Сняжинка». Сучасные выработки ее корунышни так само представлены на выставе. Чарниговский академичный камерный хор имя Бартнянского привез у Гомель с оправданную мистерию. Творческий проект под названием «Мьюзика инкогнито» представили на сцене колледжа мастерства имя Соколовского. Дарывший визит украинских гостей отбылся у отказ на выступление камерного хора Гомельской филармонии у Чарнигове. Чарниговскому академичному камерному хору имя Бартнянского отрымалось уразить глядачу с самых перших хвилин. Одно только сценичное оформление здявляло своей незвычайностью. Велизарная человечая долонь створала атмосферу таемничости и загадковости. До этого додавались ящие черные манты на вокалистах. Справа у тем, что проект заснованный на творах аутеры, яких засталися невядомыми. Я лично искал эти произведения в библиотеках разных городов, европейских городов. Они там лежали невостребованные много-много лет. Эта музыка объединяет то, что это очень высокая, высокохудожественная музыка и то, что автора остались неизвестными. Либо потому, что они сами посвятили эту музыку Богу и сами устранились из этого исторического процесса. Либо история стерла их имена. У программы у дельничоу увесиста у хору 26 вокалистов. Ины выконывали творы на латыни, немецкой мове и старославянской. Кожный спел сопроводжался театрализованным действом. Отримался соправданным музычный спектакль со своей завязкой, кульминацией и развязкой. Вот последние несколько лет наш коллектив очень активно занимается так называемым хоровым театром. И у нас уже это четвертый проект в этом цикле. Мы делали «Алису в странице чудес», полностью англоязычный, тоже с театрализованной постановкой. У нас музыка инкогнито, у нас велком то рабство. И мы активно развиваем эту нишу, поскольку есть много вещей, которые выходят за рамки простого хорового пения, и хочется их реализовать, хочется сделать. Коллектив мае намер представить проект «Мюзика инкогнито» на театральных конкурсах и организовать гастрольный тур. Евгений Кухаронок, Евгений Макенко, телерадо, компания «Гомель». Подрыхтовку до церемонии открытия и закрытия других европейских гульняв были у центра уваги подчас визита в Минск делегации испанской компании «Айсб». Гэты медиахолдинг являются домашним вяшальником мультиспортивного форума. Гости побывали на Олимпийском стадионе «Динамо», где будут проходить головные церемонии гульняв. Подчас брифингу обмерковали питание организации трансляции, продажу телевизийных правов и подрыхтовку инфраструктуры спортивных объектов. На стадионе «Динамо» я уже в третий раз. У першыню был тут, калі яшчэ завершалася реконструкция. Цепер жарэна цалкам готова и выглядая выдатна. На стадионе пройдут як церемонии, так и с поборництвы по лёгкой атлетыцы. Дагульня уже не так шмат часу и нам необходно финализовать подрыхтовку. У гэты раз мы прибыли великой командой и в ближайший час необходно мерковать шмат питання у тимліку за організаторами церемонии открытия и закрытия. Национальная телерадиокомпания Республики Беларусь один из главных основных партнеров Дирекции Европейских Игр в плане подготовки, поскольку большая часть техники будет задействована в производстве международного сигнала. Мы сейчас ведем речь именно о четырех новых ПТС HD-формате, которые уже прибыли, уже находятся в Минске. Часть из них уже опроблена во время больших мероприятий. Европы по биатлону. Здесь на Динамо в том числе будет основная точка церемонии открытия, закрытия соревнований по легкой атлетике. Здесь будет работать как раз таки одна из этих новых ПТС для того, чтобы обеспечивать международный сигнал для всех правообладателей. Гэта и іншая новина вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресі www.tyvergomil.by На гэтым выпуск завершен. Дякую за увагу и до сустречі в эфіре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова